Сейчас пытаюсь прочитать от Мульники. Светлана, когда у меня много работы или стресс, я пробовала, и у меня невозможно слабость и голод. Холод и голод – это когда много работы и психологически, в общем-то, физически и все такое, стрессы. Может быть, Света, тебе удобнее там прочитать? Светлана, когда у меня много… То есть человеку холодно, насколько я понимаю, слабость, хлад и голод. То есть получается, что как быть, можно ли быть на сухих днях вот в это время, когда работа стрессовая такая, психически написана? Ну, вообще состояние… Я все-таки склонна к тому, чтобы приравнивать вот это состояние автономии, когда мы находимся вне еды и вне жидкости. Это должно быть наше естественное состояние, то есть мы должны в нем и работать, и заниматься своими какими-то повседневными делами и бытом. Оно не должно… Мы не должны уходить в горы и там начинать автономить, проверять себя, насколько мы готовы, потому что это глупо, потому что мы же все равно вернемся обратно в социум. И если вы говорите именно про те вещи, что какая-то идет слабость, замерзание на чистых днях, то это нужно смотреть на каких чистых днях, на каком дне. Но есть несколько рекомендаций. Во-первых, очень хорошо прогревает холодная вода. Если вы замерзаете на чистых днях, то можете либо сходить куда-то… Если есть природные источники, то можно в природные источники, но это нужно подготовленным быть. А так, в принципе, можно дома под холодным душем хотя бы минутку постоять под холодным душем, и тогда тело дает импульс, что холод, снаружи холод, тогда он изнутри начинает давать тепло. И вы тогда разогреетесь. Если мы говорим о слабости, то я уже рекомендовала гвоздику. То есть буквально одну-две палочки под язычок кладете и рассасываете. Если хотите избавиться и от холода, и от того, что слабость, то я бы рекомендовала очень-очень хорошо разминать ушки. То есть у нас на ушах очень много вот этих вот различных точек, и когда мы очень-очень сильно начинаем разогревать уши, прям их так, потом вот так вот тереть, прям до красноты, то тогда у нас начинается вот этот вот прилив энергии, прилив крови, и у нас состояние выравнивается, у нас кровь пошла, то есть у нас ушла слабость, и у нас получается, что помимо того, что слабость ушла, естественно, и пошел процесс согревания организма. Еще какое-то там про еще что-то было? Или ответила? Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok